Что случилось, что беспокоит? Меня беспокоит розинка на лице, но как в последнее время увеличивается. Ольга забила тревогу несколько недель назад. Говорит, розинки есть с рождения, но недавно обнаружила, что они увеличились в размерах. Вроде и не болят, и не беспокоят, но предпочла убедиться, что это не меланома. Увидела объявление о бесплатном осмотре и попала к онкологу. Специалист успокоил, очень грамотный специалист. Я дал несколько рекомендаций по дальнейшему ведению образа жизни. То, что она у меня не злокачественная, то, что меньше пребывать на солнце. И следить за ее ростом, цветом, как на что обращать внимание. Это именно тот случай, где важна оперативность, говорят специалисты. Злокачественное образование кожи могут не беспокоить больных годами. Но как только меланома начнет развиваться, пациент может умереть. В группе риска люди со светлой кожей и те, кто любит летний загар. Даже при малейшем подозрении на то, что родинка может оказаться опухолью, нужно идти к специалисту. Может очень дать быстрый рост, быстрое прогрессирование и метастазирование. То есть даже маленькое пигментное образование опасно в том, что оно очень сильно влияет на качество и на длительность жизни человека. Чаще всего люди не обращаются за помощью по поводу пигментных образований. Но существует родинка, подросла она, немножечко покраснела, немножечко почернела. Из общего числа онкобольных в Саратовской области полтора процента – это пациенты с меланомой. Женщины больше подвержены риску. Шанс излечиться около 90 процентов. Но лишь при условии своевременной диагностики. Специалисты предупреждают – самолечение не только не поможет, а может ускорить развитие опухоли. В то же время жители региона бережным отношением к своему здоровью похвастать не могут. Смертность от меланомы в области достигает 95 процентов.